Вот смотрите, у человека есть три типа старения и психики, и организма. Но мы сейчас говорим с точки зрения здоровья, не с точки зрения судьбы, а с точки зрения здоровья. Понимаете, то есть первые эти три типа старения это возбуждение трех энергий души, ну то есть другими словами, есть энергия счастья, если человек аскезу не совершает для своего счастья, то энергия счастья как бы застаивается в организме и превращается в лень. А эта лень превращается в лишний вес, токсины, это первая стадия старения, лишний вес и токсины. Вторая, токсины означают равно, пишите, равно вирусной инфекции. Ну то есть, если вы болеете вирусными инфекциями или у вас лишний вес, значит это первая стадия старения, какой бы возраст у вас не был, не имеет значения. Вторая стадия старения это хронические инфекции и доброкачественные опухоли. Третья стадия старения это злокачественные опухоли и тяжелые инфекции, такие как туберкулез, ВИЧ там и так далее. Что делать, чтобы победить этот вид старения? Понимаете, все виды старения побеждаются с помощью того, что человек настраивает свое чувство собственного достоинства правильно, на пожелание всем счастья, то есть он забывает про себя, выходит на свежий воздух или может быть это делает дома, но потом выходит обязательно на свежий воздух. Потому что вот допустим бегать, женщины некоторые бегать допустим на улице не могут, потому что там собаки там и так далее. Но сейчас есть такие беговые дорожки продаются, они плоские. Даже если у вас нет места вообще в доме, эта беговая дорожка, она за шкаф ее можно поставить. То есть вы можете ее положить в нужное время дома, побегать сколько вам надо, потом за шкаф ее поставить, потом выйти на балкон или на улицу и побыть там какое-то время для того, чтобы энергия природы вошла в вас. Понимаете? То есть пробежка это как конденсатор, который заставляет энергию природы войти в тело, то есть притягивает туда. Это означает аскеза, направленная на здоровье. То есть когда человек имеет лишний вес или токсины, то две аскезы побеждают это полностью. Но две вместе, не одна, не каждая, а две вместе. Первая аскеза это длительное, радостное, непрерывное движение. Вы скажете, я на работе, в ног двигаюсь. Понимаете, непрерывное движение, радостное. Вы на работе не радуетесь, суетитесь. И непрерывное движение нужно, и длительное, и радостное. И вторая аскеза это пост на воде. Тоже в состоянии радости и как бы самодостаточность. Две эти аскезы убирают лишний вес, токсины, и человек избавляется от этого вида старения. И также это касается и злокачественных опухолей, и доброкачественных опухолей. Вот эти два действия убирают старость из организма, эти виды заболеваний. Как это происходит? Я сегодня с утра в вашем парке, вас никого там не видел, пробежал 16 километров в радостном, спокойном состоянии. Теперь у меня к вам вопрос. А по мне заметно, что я уже больше 20 дней еду по разным городам, перелеты переношу, читаю лекции. Я чувствую уставшим, замученным. А что от меня идет? Здоровье, да? Спокойствие, сила. Так? Почему? Потому что я напитался вашей природой. В вашей казанской природе я напитался. А вы не напитались своей природой. Это ваша проблема. Теперь слушайте меня внимательно. Когда человек радостью, спокойно начинает свое движение, не надо переусердствовать. То есть не надо бегать слишком много сразу. Потому что чем... Когда вы бежите, то организм чем занимается? То есть вы во время бега получаете энергию от природы, и сразу же она начинает идти на лечение. И понимаете? И это значит, что когда вы перестали бегать, то эта энергия, она немножко застаивается, поэтому у вас тело начинает ныть или болеть чуть-чуть. Это означает, что оно капризничает. Говорит, да, еще энергию для лечения. А вы же не уже не бежите, поэтому немножко тело будет ныть после пробежи. Некоторые думают, что это значит, что становится хуже, значит, я болеть начинаю. Нет, это идет лечение. Даже если это суставы ноют, или позвоночник там, или еще что-то. Понимаете, да? И знайте, что всегда человек должен начинать это движение очень аккуратно. Допустим, начинайте бегать 500 метров. Можно 500 метров бегать каждый день. Когда вы будете бегать 20 минут, то 20 минут пробежки дают человеку возможность всегда быть бодрым, иметь хорошую концентрацию внимания, хорошую память. То есть эти 21 минут пробежки идут на вашу работоспособность. Они не идут на здоровье. То есть, другими словами, если бегаете не больше 20 минут, здоровее от этого вы не будете. Вся эта энергия идет на работу, на вашу деятельность, на настроение, на все остальное. Понятно, да? Или ходьба в два раза больше. То есть 40 минут ходьбы на здоровье не идет. Идет просто на настроение, на бодрость и так далее. Теперь знайте, что у человека есть 4 психических цилиндра, связанных со здоровьем. Первый самый наружный, они очищаются последовательно друг за другом. Первый самый наружный психический цилиндр связан с кожей, слизистыми оболочками, то есть это слизистая желудка, кишечника. Связан с пищеварением, связан с лимфатической системой, иммунитетом. Волосы, ногти, все вот с этим совсем связано. Если вы бегаете до 40 минут или ходите в два раза больше, то у вас прочищается первый цилиндр. Это значит, все болезни пищеварения до свидания, кожные болезни до свидания со временем. То есть они сначала лечатся, будут лечиться какое-то время, а потом уже до свидания. Вот через такое, через легкое обострение будет лечение эти, потому что меняется же функция, организму требуются силы. Ну, допустим, вам потребуется где-то, может быть, полгода для того, чтобы начать бегать 40 минут. Не торопитесь, не переусердьтесь. Когда человек бегает 40 минут, ему уже не надо бегать каждый день. Это надо делать через день. И когда вы бегаете, не надо останавливаться, потому что если вы остановились, процесс очищения прекратился. То есть можете бегать медленнее, чем вы ходите. Во время бега человек должен чувствовать себя отлично. Он не должен задыхаться, он не должен чувствовать, что он себя мучает. Ну, то есть надо бежать радостно. Во время бега лучше всего слушать в наушниках счастливую музыку или лекции. Нужно, чтобы ваше чувство собственного достоинства всегда настраивалось на позитив. Это можно с помощью звука делать. И лучше всего бегать на природе или в спокойной обстановке, допустим, дома. Но всегда нужно проветривать помещение сильно в это время, чтобы много воздуха было. После бега, если вы бегаете дома, обязательно выйдите на улицу на какое-то время или на балкон, иначе эффективность будет противоположной. То есть вы пробежали, но организм не всосал эту энергию природы. Это значит, что он всосет что-то другое. Телевизор, компьютер, еще что-нибудь. И пойдет это все на разрушение здоровья. Лучше всего бегать на природе или ходить. Лучше всего. Но если нет возможности, в спортзале или дома тоже нормально. Но нужен потом свежий воздух. И, пожалуй, позитивное настроение. Кроспорт сказал. Тошнит после 10 минуты, да? С самого начала, значит, нужно ходить. У вас просто очень запущена ситуация с сосудами мозга. Когда вы бежите, сильно снижается давление. Это означает, что вам надо начинать с ходьбы, потом ускоряться и постепенно переходить к бегу. Если болеть что-то, тошнить начинает, значит, вам надо уменьшать нагрузку, скорость уменьшать. Нет. Это не способ лечиться, потому что, когда человек крутит педали, он может крутить, может не крутить. Он в полу-три погибели сидит. Плавание – это да, но во время плавания очень сильно, как бы, быстро человек остывает от воды. И поэтому долго плавать не сможет, потому что там резко идет воздействие стихии. То есть это плавание само по себе – это способ продлевать жизнь. Но длительное плавание, ну, допустим, для того, чтобы полностью очистить организм нужно бежать час сорок, час пятьдесят или идти, ну, в два раза больше, соответственно. Вот. В воде столько не проплаваешь. Там просто переохлаждение произойдет. Все, никаких вопросов. Положением ходить надо. В это время очищать организм нельзя, потому что идет рост ребенка. Итак, если вы пробежали двадцать минут, примерно в это время у вас появится второе дыхание. Это значит, что вам станет легко дышать, как будто вы не бежали. Это значит, что организм готов к очищению. Когда вы пробежали примерно сорок минут, второй раз появится легкость тела, спокойствие и второе дыхание. Это значит, что первый психический цилиндр прочищен. Потом дальше вы бежите от сорока минут до часа. Это значит, что у вас прочищается второй психический цилиндр, который связан со всеми сосудами, связан со всеми мышцами в организме, со всеми суставами и костями. Это значит, что если вы бегаете от сорока минут до часа, то атеросклероз до свидания, подкожный жир также до свидания, гипертония до свидания, полиартрит до свидания, все болезни костей до свидания. Ну, то есть, и это будет пролечиваться примерно полгода. То есть, каждый раз после пробежки от сорока минут до часа у вас какой-то суставчик будет ныть. Это не значит, что он разрушается, это значит, что он лечится. Понимаете, когда вы сорока минут до часа бегаете, то надо это делать уже через три-четыре дня. Нельзя каждый день это делать. Это уже опасно будет для здоровья, потому что организм не успевает пролечиваться. То есть, вот эти пробежки от сорока минут до часа, если вы регулярно бегаете, то вы можете начать делать уже через год бега, допустим, если вы в возрасте. Значит, дальше в час, примерно час бега, у вас появится второе дыхание, легкое дыхание, ну, как бы второе дыхание, легкость, это значит, что второй психический цилиндр прочистился и сразу начнет прочитаться третий после этого. На третьем психическом цилиндре, который связан со всеми внутренними органами, это щитовидная железа, это печень, почки, сердце, вот, будет все это лечиться. Ну, то есть, от часа до часа двадцати лечатся все ваши хронические заболевания внутренних органов и через полгода, примерно таких пробежек, ваш организм, печень, почки, поджелудочные железа, не больные, все, до свидания, болезни. Дальше поехали. Через час двадцать бега у вас появляется второе дыхание, это значит, третий психический цилиндр готов, лечится, пролечился. И дальше идет четвертый, который связан с нервной системой, с психическими заболеваниями, шизофрения, до свидания, если человек бегает от часа двадцати до часа сорока. До свидания все невриты там, полиневриты там, рассеянный склероз, до свидания, болезни тяжелой нервной системы, паркинсонизм, до свидания. Понимаете, да? Но знайте, что один бег нельзя делать, нужно сочетать это с другими видами омоложения. А это именно омоложение организма, то, что я вам рассказываю. И во время этих пробежек у вас будут также улучшаться и способы жить. Понимаете, первый психический цилиндр связан с эмоциями человека, и с его гневливостью, обидчивостью и срывами. То есть, если человек бегает до сорока минут до свидания срывы, то есть человек не будет уже срываться. Дальше, от сорока минут до часа, когда человек бегает, то это связано с настроением человека. Настроения плохого не будет, депрессника уже не будет. Ну, то есть, от часа до часа двадцати, когда человек бегает, это связано уже, ну, как бы, с глубокими психическими функциями. Человек не будет чувствовать психическую усталость такой в жизни. А от часа двадцати до часа сорока, если человек бегает, то он неадекватность и психические срывы, вот эти глубокие такие погружения какие-то, тяжелые психические, они полностью пройдут из организма. Все пролечится. Точно так же действует пост. У поста тоже есть периоды. Самый максимальный пост – это двое с половиной суток на воде. Он прочищает все психические цилиндры. Самый минимальный пост – это с вечера вы покушали легкую пищу, фрукты или там овощи тушеные. И до обеда. Это примерно 16 часов. Вот вы в обед кушаете, нормально, как обычно. Вот. И это значит, что у вас организм включается на очищение. То есть, понимаете, очень важно знать, что если вы только бегаете, но не поститесь, то в этом случае в организме накапливаются ненужные вещества, и это может навредить. То есть, если вы бегаете, надо обязательно поститься. Пост до обеда можно хоть каждый день делать. Ну, то есть, как правильно поститься? То есть, первый вариант поста, я вам рассказываю варианты правильные для здоровья. Первый вариант поста – с вечера до обеда. Следующий вариант уже – с вечера до утра. потому что вечером нельзя выходить из поста. Ну, то есть, выходить из поста – значит, кушать. Вечером очень тяжело выходить из поста. Вечернее питание – это вредное для здоровья питание. Поэтому вы выходите из поста утром, и это будет уже полтора суток поста. А? Если вы хотите знать мое мнение по этому поводу, то мое мнение такое. В этот мусульманский пост можно есть только вечером тушеные овощи, гречку, салаты, всевозможные фрукты, но нельзя есть ни зерно, ни мясное, ничего такого. Это все разрушит вашу жизнь. Ну, то есть, вечернее питание после длительного вот этого поста дневного только легкая пища. Иначе смерть. Все это будет потом оседать в организме непереваренными токсинами. И вы будете болеть от этого потом. Значит, но поймите, что вот этот пост мусульманский предназначен не для очищения здоровья, а для духовной силы. Понимаете, есть разные посты. Вот, допустим, пост для духовной силы подразумевает возможность питаться ночью. Но, понимаете, есть ночная пища. Это молоко, вот чистое молоко или сливки. И его можно есть, пить ночью, но ни с чем смешивать нельзя. Ночная пища – это любые овощи, которые растут над землей. Это все капусты, кабачки, тыква, патиссоны, тушеные. Можно ночью есть, они перевариваются. Орехи также являются ночной пищей. Но ни зерно, ни мясо, ни фрукты ночной пищей не являются, они все разрушают здоровье. Вечером можно еще фрукты есть, но не ночью. Ночью они перевозбуждают, и вы спать не сможете. Можно поститься с вечера и до утра следующего дня. Потом дальше следующий выход из поста в обед следующего дня. А следующий после этого выход это уже до утра второго дня, то есть получается два с половиной суток или максимальный пост, который очищает все каналы. И вы должны, допустим, вы, ну вот женщина часто, тело ленивое, оно не может бегать, допустим, ну час сорок или шестнадцать километров. Тогда вы выбираете, допустим, бег, допустим, сорок минут, хотя бы один психический цилиндр прочищаете, но при этом поститесь по максимуму. Ну то есть понимаете, максимальный пост или максимальный бег продлевает жизнь на двадцать лет. Ну то есть вот активное долголетие у меня, допустим, шестьдесят четыре года, когда я пробегаю шестнадцать километров, оно увеличивается до восьмидесяти шести лет, на двадцать два года. Я могу это видеть по своему организму. Я вижу, как у меня там препятствия, какие сложные периоды. Я все это вижу. Как у меня проходило очищение? Четыре года назад я начал бегать по пятьсот метров. Я не знал сначала, что это надо делать. Я йогой занимался всю жизнь и постился. Но потом я чувствую, что я задыхаюсь уже, как бы чуть-чуть нагрузкой, хотя я думаю, все вроде правильно живу. И я понял, что мне не хватает этого вида аскезы. Сначала начал бегать по пятьсот метров. И бегал медленнее, чем я хожу. Постепенно я начал бегать все больше и больше. И через год я уже бегал где-то по семь-восемь километров. Через два с половиной года я бегал уже шестнадцать километров. Но когда я начал бегать от сорока минут до часу, то у меня заболело правое колено. И только в этом промежутке бега я начал худеть. То есть от сорока минут до часа уже начинает жир плавиться. Ну то есть я похудел на семь килограмм и больше не худел вообще, перестал худеть. Потому что лишнего веса уже нет. То есть нормальный значит уже для организма. Вот. И у меня болело колено пять месяцев после бега. Ныло. Мои друзья говорили мне, что, наверное, скоро оно у тебя сотрется. Так, как пишут в интернет, что бегать нельзя. Надо ходить с палками. Вот. Я как бы не обращал на это внимание. Через пять месяцев у меня прошло правое колено. И заболели... Полностью прошло, понимаете? Ну, наверное, стерлось. Вот. И заболели оба тазобедренных сустава. Они проболели у меня где-то три или четыре месяца. Потом заболел левое колено. Потом оба голеностопа. Я уже перестал на это обращать внимание. Потом весь позвоночник проболел. Потом мозги. Потом проболели глаза. Потом сердце. И все подряд проболело, короче. И сейчас я бегаю, как конь. Мне 54 года. Ничего не болит вообще. И мои друзья мне говорят, что-то ты молодеешь и молодеешь. Понимаете? То есть, ну, как бы... И морщины уходят, представляете? Лицо стало меньше морщин. Оно вот такое... Ну, кто ходил четыре года назад, вы видели, что лицо было потолще, да? Оно, как бы, стало таким, как у меня было 40 лет. У меня такое лицо примерно было по форме. Понимаете? То есть, интересно знать, как это все происходит. Итак, следующий вид старения – это жар в теле. Жар в теле означает эмоциональное напряжение, нервные срывы. Означает гневливость. Означает нарушенный сон. Означает нарушенное пищеварение. Буль-буль, пук-пук в животе. Это лишний жар уже в пищеварительных органах. Дальше. Жар в теле означает всевоспалительный процесс. То есть, первая стадия – это просто жар и эмоции. Вторая стадия – воспаление. Это значит, что уже старение продвинулось на один шаг. И третья стадия – это язвы всевозможные, сахарный диабет, бронхиальная астма, туберкулез. Все эти болезни из лишнего жара в теле. А также красная волчанка, тяжелые коллагенозы, такие заболевания, которые разрушают весь организм. Это третья стадия, уже терминальная стадия жара в теле, которая приводит к смерти. Как убирать жар в теле? Жар в теле убирается двумя аскезами. Первая аскеза – это статические упражнения. Вторая аскеза – пост на воде. Статические упражнения делаются так. Можно просто стоять, не двигаясь и молиться. Когда вы стоите 20 минут, начинается очищение организма и так далее. Час-40 стоите, значит, все психические цилиндры очищаются. Если вы стоите, часть 40, то хотя бы 40 минут бегайте, иначе, когда только статика в организме, статическое лечение, а нет динамического, то создается сильный дисбаланс в организме. Так же, как и есть только динамическое движение, а статического нет, тоже дисбаланс создается. Третий диск старения – это напряжение в организме. Напряжение, а также суета, нарушение внимания, концентрации внимания. Ну, то есть, когда человек чувствует, что он не может расслабиться, это приводит к курению также. Жар в теле, кстати, приводит к выпиванию. Жар в теле заставляет людей пить, а напряжение заставляет курить. Первая стадия напряжения, вторая – спазмы и боли в организме, в том числе головные боли, в том числе запоры, в том числе вены вылазят. Это все напряжение. Третья стадия – деформации суставов, позвоночника, внутренних органов, всякие спайки, перекрытия и так далее. Это все напряжение лечится длительным движением непрерывным и постом. Другими словами, если у вас головные боли – это сосуды, это значит, вы бегаете от 40 минут до часа, головные боли – до свидания. Если у вас болят суставы – от 40 минут до часа, суставы – до свидания. Если у вас болит позвоночник, это глубже находится, это как внутренние органы – от часа до часа двадцати, остеохондроз, там радикулит – до свидания. Геморрой лечится от 40 минут до часа. А? Грыжа чего? Грыжа позвоночника – надо делать статические упражнения, то есть надо сесть прямо. То есть есть второй способ делать статические упражнения, я вам сейчас расскажу. Садитесь, ноги вытягиваете вверх, вперед и наклоняетесь вперед, очень медленно. Вот если вы будете в наклоне научитесь находиться 40 минут и потом встаете на колени и назад еще прогибочку делаете такую минут на 5, то ваша грыжа и плюс пробежки начнет делать, через полгода грыжа – до свидания. Вот, то есть вот это, вот эти два статических упражнения, то есть вы смотрите, делайте, садитесь на пол, ноги вытягиваете и наклоняетесь вперед. Наклоняетесь сколько можете. Допустим, можете 10 минут? Хорошо. Можете 20, еще лучше. 40 минут – это максимум. Потом встаете, делаете наклоны, и потом встаете на колени и назад вот так вот наклоняетесь. Можете мостик делать, можете просто лечь назад. И так лежите. Потом опять после этого ноги вот так вытаскиваете, то есть сначала лежите, потом встаете и опять наклоны, заканчиваете наклоны. Все вот это вот статическая гимнастика такая. И в это время можно повторять молитву, очень эффективно. Тромбы? Пост на воде, начинайте с поста. А потом очень аккуратно двигаться начинаете. Не резко, быстро, аккуратно. И постепенно тробы рассосутся все. Ладно, мои хорошие, я не буду на все ваши вопросы отвечать, потому что у нас много очень с вами тем. Итак, я вам рассказал три типа старения и три типа аскез, которые продлевают жизнь. Человек, который этого не делает в своей жизни, рассчитывать на успешную жизнь не может. Потому что главная проблема человеческого существования – это усталость, напряжение, которое копится у человека в жизни. И оно, это разрушает все, начиная от работоспособности, заканчивая семьей. Понимаете, часто люди расходятся не из-за того, что у них нет возможности любить друг друга, а из-за того, что они просто устали от жизни. И они думают, что они устали от близкого человека. А на самом деле просто им не хватает энергии природы. Я могу простой пример привести. Допустим, если вы съездили на весь день на природу, погуляли, там поигрались, побегали, приезжаете домой, вы же видите, какое у вас хорошее настроение, хорошее отношение, вы чувствуете себя лучше, беседуете, общаетесь лучше. Вот я об этом сейчас говорю. Люди недооценивают это, понимаете, важность этих вещей. Недооценивают. Приходите, вам говорят, это уже радикулит, понимаете, двигаться меньше. Если вы его послушали, это врача, готовьте гроб себе. Потому что это такое мышление полностью разрушает уже здоровье, да, все. Радикулит означает, начни ходить, начни делать статические упражнения, пройдет время и до свидания, радикулит будет, понимаете. Когда вы за телевизором сидите, что вы делаете в это время? Вы в это время живете жизнью тех, кто в телевизоре. Причем они не своей жизнью живут, они вас просто развлекают или дурят по-русски сказать. Если вы хотите жить, то живите своей жизнью. Раньше люди, не было телевизора, что они делали? Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело. Гуляли люди, пели на гармошках и радовались жизни. А сейчас сидят все дома, смотрят, как другие радуются. Это означает неуспешная жизнь. Разрушайте эти стереотипы. Входите в грозь, дружите, радуйтесь друг к другу, выбегайте на улицу, смейтесь, веселитесь, живите. Если человек не хочет жить, значит помрет. Или живите, или померяйте. Одно из двух. Движемся дальше. У меня много чего вам сказать на эту тему успеха. Итак, знайте, что если у вас нет сил работать, заставить себя идти на работу, если вы не можете сосредоточиться, у вас нет сил с начальником поговорить, значит у вас не хватает природы. Идите, пополняйтесь природой. Потом, когда наполнились, силы есть, бодряк есть, все нормально в жизни, пошли в следующая стадия. Следующая стадия называется социальной силой человека. Или его способность, или мудрость, знание, как побеждать судьбу в социальной сфере. Это мудрость и знание. Я вам прямо по пальцам говорю, что надо делать. Если человек, мужчина чувствует, он не знает, где ему работать. Он не чувствует в себе силы быть успешным. То это значит, что ему надо пройти всего 4 стадии в этом направлении. Первая стадия – движение. Мужчина включается только через движение. Он не может включиться никак по-другому. Волевые функции у мужчины включаются только через движение. Можете не бегать, можете боксом заниматься, гири толкать, зарядку делать. Что хотите делать? Самбо там, спорт. Что хотите? Но если мужчина не двигается, волевые усилия не совершает, вы не научитесь работать. Потому что это следующий этап развития мужчины. Итак, первый этап. Смотрите, как мужчина включается. Он начинает двигаться. Как выглядит невключенный мужчина? Как выглядит невключенный мужчина? Поняли, да, систему? Винет себя лениво, ускоряет, не любит шаг, хочет жить не то красиво, без усилий, просто так. На работе он в заботе постучать по домино, а когда конец работы, то пора идти в кино. Что это правильно? Что это значит? Это значит, что это нормальный мужик. Нормальный, хороший человек. Не то, что он скотина, понимаете? Нормальный, хороший человек. Просто он не включен, как мужчина. Это значит, что он не может быть эффективным, просто в принципе. Понимаете, если включать или не включить, свет гореть не будет. Человек не живой. Он не живой, как мужчина. То есть, что делать? Вот такой неживой, как мужчина, подходит и говорит, Олег Геннадьевич, где мне работать, что-то мне ничего не нравится. Я говорю, вам не надо работать, вам надо бежать, зарядку делать. То есть, нужно свой волевой фактор включить. Как определить, что он включился? Мужчине хочется что-то делать. У него появляется желание что-то делать. Это значит, что волевой фактор включился, все. То есть, он стал мужиком. Кстати сказать, мои хорошие, вот эта стадия, когда мужчина не включен, означает также импотенция. На этой стадии у мужчины даже нет возможности зачать ребенка. Он нулевой вообще во всех отношениях. как только мужчина включился. Дальше, следующая, вторая стадия называется хобби. Что это значит? Это значит, что мужчина хочет делать то, что ему нравится, ему по барабану сколько денег будет. Вот. Ему хочется денег, но он не может как бы работать там, где ему деньги будут платить. Ему хочется работать только там, где нравится. Эта стадия хобби побеждается следующим образом. Мужчина должен заставить себя работать в любом, неважно где, в одном месте не меньше трех-четырех лет для того, чтобы, в конце концов, почувствовать, что тебе нравится труд. Вот тут то, что ты делаешь, то и нравится. Это значит, что ты переходишь на следующую стадию, которая называется стадия способностей. В чем она выражается? Она выражается в том, что когда мужчина начинает делать что-то с любовью, ему нравится что-то делать, в это время у него включается разум, который дает возможность ему понять, что он может делать лучше. Но, другими словами, если человек начал воевать там, допустим, воюет, то в чем заключается его развитие? Он начинает понимать, где он может воевать лучше. Кто-то может из пистолета лучше стрелять, кто-то из танка, кто-то может то-то делать, то-то сё, понимаете? Точно так же и человек в работе. То есть, если ты ничего не делаешь, ты не можешь понять, где ты будешь эффективен, потому что понять, где ты можешь эффективен, ты можешь только когда ты с радостью, с любовью начал что-то делать. Если ты делаешь что-то и тебе не нравится, то и не нравится, то и не нравится, ты никогда не найдешь себя. Вопрись в одно дело, почувствуй, что ты там как бы успокоился, понравилось тебе все, тебе хорошо работать. С этого момента ты откроешь, где ты можешь работать лучше. означает, будет больше денег. То есть, вторая стадия развития мужчины уже в деятельности, называется деятельность по способностям. То есть, мужчина чувствует, где ему работать, как ему работать, но он не может работать так, чтобы это ему очень глубоко нравилось. Он может это делать, ему деньги платят, но он там устает, и ему это не сильно нравится. Это не означает, Олег Геннадьевич, где мне найти, чтобы мне нравилось, нигде не найдешь. Потому что, чтобы тебе по душе была работа, это третья стадия развития. И включение в эту стадию уже не через работу идет. Для того, чтобы на уровне разума или на уровне предназначения и способности человека, а на уровне предназначения человек, чтобы действовал. Для этого ему нужно начать работать над собой. Нужна молитва, нужны вот эти аскезы, нужно правильное питание. И тогда постепенно, когда разум у мужчины включается, это значит, что он может регулировать свою жизнь, бросает вредные привычки, ведет себя нормально с женой. В этот момент у него появляется способность людей поставить выше, чем деньги. И вот, когда человек может ради людей работать где-то, то у него раскрывается возможность работать так, чтобы очень было приятно. И эта возможность колоссально развивает человека, он становится сильно успешным в деятельности. Потому что он находит ту деятельность, которой он занимался много жизней до этого. То есть, деятельность платформы разума или предназначение человека, о чем мы будем говорить с вами на следующей лекции завтра. Я подробно расскажу эти разные виды предназначения. Эта деятельность включается только, когда у человека включается разум в жизнь. Потому что первая стадия включения в хобби – это уровень эмоций человека. Человек хочет наслаждаться жизнью. вторая стадия включения в это умственные способности или как бы способности человека. Деятельность по способностям и деятельность по природе или эффективное действие, приносящее счастье или миссия человека в жизни, его деятельности, миссия. Возможно только, когда человек умеет страх или свою потребность поставить на второе место, а на первое – потребность людей и общества. Но, другими словами, пока человек не настроен так, он не может действовать на уровне предназначения. Потому что разум включается только в бескорыстии. Когда человек корыстно настроен, разум не работает, ум работает. Понимаете? И человек не может действовать так, чтобы ему от души было прямо вот. Хотя он может тоже самое делать. Допустим, человек по природе, допустим, ему торговать надо. Он может быть это и его предназначение тоже. Но он не сможет там найти счастье в этой деятельности, пока он не перешагнет через свою семью. Дальше. Теперь берем женщину, мужчину оставили в покое. Первая стадия женщины, неразвитая женщина, невключенная женщина, называется мечтательница. То есть, что это за, как выглядит такая женщина? То есть, она хорошая, женщина всегда хорошая. Женщина – это лучшая половина человека. Она всегда хорошая. То есть, она хорошая такая, добрая. Но она целыми днями ничего не делает, она ждет. Где ты, счастье мое? Кружит планета цветная. Где ты, счастье мое? Друг, я тебя не узнаю. Только верится мне, кажется мне, очень скоро… Как там? Встречу я тебя, счастье, счастье мое. Я тебя увижу, счастье, счастье мое. Мечтаем, сидим. И мы читаем психологические книжки, которые говорят, визуализируй сильнее. То есть, мечта сильнее и он притянется. Надо притягивать его своей мечтой. Знаете, к чему мечта приводит вообще человек? Мечта приводит к тому, что человек начинает жить, допустим, женщина начинает жить семейной жизнью в мечте. То есть, это привлекает духов. То есть, она ночью начинает с духом и сексом заниматься. Это все результат мечты. У мужчины мечта приводит к анонизму и всем вот этим делам. То есть, мечты это все. Понимаете? То есть, мечта приводит человека к тому, что он полностью теряет себя. Он становится как котлета. Понимаете? Ну, то есть, чем отличается мечта от цели, от пути? Понимаете? Мечта это хорошо. Вот есть мечта какая-то, это хорошо. Но сразу же, как она появилась, человек должен начать действовать. Понимаете? И в чем заключается пробуждение женщины? Женщина должна пробуждаться с помощью любви. То есть, деятельность любви. Что это означает? Рисование, пение. Лучше всего еще с движением, чтобы сочеталось. Это танцы. Вот. Это забота о других людях. Понимаете? Деятельность любви означает пойти кому-то сделать что-то хорошее, допустим. Волонтерская какая-то деятельность для людей. Как участвовать в каких-то акциях. Ну, то есть, женщина, когда включает в социальную жизнь или танцует, или поет. То есть, у нее творческая потенциал такой включается. И она начинает о всех заботиться, радостно. Всех любить, жить для всех. То, в этот момент, она сразу же, много не надо ждать, наполняется силой влияния на других людей и красоты. И после этого сразу же в нее кто-то влюбляется. Ну, потому что такая корова нужна самому. Не выдаешь за день, устанет рука. Вот. Ну, кто-то в нее влюбляется сразу. И она выходит замуж. У ее женщины есть, конечно, второй вариант. Если она стала влиятельной такая, она может направить эту свою силу в деятельность. Ну, то есть, пойти работать и потом думать, что когда вот у меня будет машина, квартира, и я стану такой самодостаточный, вот тогда замуж. Это мышление неправильно. Почему я сейчас вам объясню? Потому что, если ты станешь самодостаточной, у тебя будет машина, квартира, то ты найдешь себе Альфонсо. Ну, то есть, понимаете, близкие отношения всегда имеют корыстную природу. Женщина, которая имеет силу, находит себе слабого мужчину. Слабая женщина находит сильного мужчину. Сильная женщина не может сильного мужчину найти, потому что она его не переварит, и он ее не переварит. Вы щучили? Поэтому женщина, когда она выходит на социальный уровень, то есть, она становится социально активной, и надо сначала выйти замуж, она может, конечно, выучиться к этому времени, нет проблем. Но если женщина ставит работу на первое место в своей жизни, она замуж вообще не выйдет. Потому что у женщины психика так работает, куда потекла ее психика, чего она хочет в жизни, то и будет. Вот, допустим, женщина мне задает вопросы и все время говорит мне о работе. У меня на работе так, у меня на работе так. И потом меня спрашивают, а когда я замуж выйду? Никогда. Почему? Потому что твоя психика течет в работу. Куда у женщины течет психика, то с ней и будет происходить. Женщина такое существо, что ей, понимаете, она все в жизни призывает с помощью своей психической силы. Понимаете, куда она в психике направлена, то и будет с ней происходить. Понимаете, женщине легко свою психику направить в работу, потому что в стороне работы у женщины находится сфера развлечений и отдыха. Ну то есть эта сфера не в той сфере, где она ответственно должна жить. А это сфера та, которая, ну это другими словами, лежать на брюхе на солнце рыбки, да? Это не сфера, где она живет, а сфера, где она развлекается. Или человеку поехать на курорт. Некоторые приезжают на курорт и думают, вот бы здесь жить. Понимаете, жить и отдыхать, это разные вещи. Имейте в виду, если вы будете жить на курорте, а я знаю таких людей, они не купаются там, не загорают некогда. То есть курорт, до свидания. Они живут на курорте, но у них курорт, до свидания. Они на этом курорте уже расслабиться не смогут никогда. Вы думаете, они там балдеют? Чунгачанга, синий небосвод. Чунгачанга, лето круглый год. Чунгачанга, весело живет. Чунгачанга, песенку поет. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Чунгачанга, наше счастье постоянно. Ешь кокосы, жуй бананы. Жуй кокосы, ешь бананы. Чунгачанга, фиг вам китайская изба. Ничего не получится. Итак, женщина, которая направлена на работу, замуж не выйдет. Чтобы выйти замуж, нужно себе заставить думать о личной жизни. А это аскеза. Даже думать в этом направлении для женщины это аскеза. Блин, я не знаю, как я выйду замуж. Конечно, не знаешь. Ничего страшного, скоро узнаешь. Начни об этом думать. Почувствуй, что тебе тяжело об этом думать. Ну, думай об этом. На работу пришла, работай. Что, мне не работать, так работать. Понимаете? Ну, когда женщина работает и как бы она думает о работе, то она теряет себя в этом случае. Она сгорает. Потому что психика ее, когда направляется на работу, она там не может найти своего счастья. Счастье женщины находится в личной жизни, в отношениях близких, в любви и во всем прочем. Но на работе там нет близких отношений. Там только жесть. И женщина устает там на этой работе. Она там мучается. Понимаете? Но если она уже замужем, она такая не так-так-так-так, а ко-ко, пришла на работу там. Ко-о, такая походила там, что-то поделала. И она не парится там. Потому что она уже защищена энергией семьи. И все, она может там развиваться на работе, быть директором завода, нет проблем. Но всему свое время. Первая стадия у женщины – социальное развитие. Растормозиться, перестать быть мечтательностью, вытуриться из дома, начать танцы там, пение. Через творческую деятельность женщина включается в жизнь. Она становится человеком. Вот. Поэтому девочек надо отдавать куда? В творчество, где? Чтобы они бегали, прыгали, танцевали, радовались. Чтобы они… Как женщины стали красивыми, сильными. Творческая активность должна у девочки быть. Не математическая школа, а пение, танцы. Понимаете? Если математическая школа, она и станет математической. Кому такая нужная? Поехали. 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 Продолжение следует...